Путешествие к морю начинается здесь. Щекочущий легкий соленый воздух и мягкий песок под ногами. Один такой сеанс в соляных пещерах равен трём дням на морях. А у каждого пенсионера, к слову, по 10 сеансов. Убедились на себе, что это возможно на месте, никуда не выезжая, получить такое удовольствие. Я знаю, слышала, что очень полезно при заболеваниях верхних дыхательных путей, при аллергических реакциях. А после душный город остаётся позади, и пенсионеры отправляются в Новоселингинск. Город с многовековой историей. В 17-18 столетиях именно он был центром Забайкалья и местом политической ссылки. Здесь проживали декабристы. Это же познавательно. Это мы когда-то в школе проходили, мы же всё забыли. А сейчас воочию видим, слышим. Для закрепления услышанного и увиденного пенсионерам устроили тематическую квест-игру «Тайны Селингинского острога». Ещё короткое путешествие к мемориальному комплексу, и вот она, дорога к морю, к местному озеру Гусиному. Не приходилось видеть это озеро никогда. Я представлял, что это небольшое, маленькое, не то что маленькое, но не такое, тут целое море. А на десерт песни и танцы от задорных ансамблей «Тонта» и «Оптимист». Очевидно, отдых на побережье озера пришёлся по душе каждому. Выражаем глубокую благодарность Министерству социальной защиты, правительству Республики Бурятия за предоставленную возможность выезда из душного города на природу, на свежий воздух, на чистый. А по приезду домой пенсионеров ждали ещё сюрпризы. Поздравления от казачьего коллектива «Станица», сеансы исцеления с тибетскими поющими чашами, кислородные коктейли и фитотерапия. Полноценный путь к оздоровлению прошли более 50 человек с разных районов республики. Малоимущие и одинокие пенсионеры – те, кому особенно нужна забота и поддержка. Ксения Шабаева, Дмитрий Ефремов. Новости дня.